всем привет очередное видео на канале дистиллят тв очередная дегустация очередное сравнение на этот раз айк пятерка а сравнивать мы его будем с араратом пятеркой давайте нальем и продолжим разговор часто под видео в комментариях мне пишут зачем ты покупаешь столько дичи ну если сказать грубо всякого а и все такое комментариев было разных много и я всегда отвечаю на эти комментарии ну а вдруг да ну мало ли попадется хороший коньяк в куче всего этого но вы понимаете о какой я субстанции сейчас говорю и вот это как раз именно тот случай когда в этой самой субстанции нашелся алмаз реальный алмаз и стоимость этого алмаза 388 рублей но оговорюсь это было в девятнадцатом году мрц тогда коньяка было именно 388 рублей сейчас если я не ошибаюсь 415 рублей ну пускай даже за эту стоимость такое соотношение цена-качество просто фантастическое меня этот коньяк реально удивил влюбил да как угодно это назовите но он мне очень очень понравился что это за коньяк да если кто не знал это еказая арара тот самый что делает один и тот же завод к сожалению данного коньяка на сайте не представлена информация о нем в интернете минимум узнаем мы информацию из видео обзоров либо отзывов и кстати про отзывы скажу его попробовали на сайте отзовик 13 человек и 93 процента его рекомендуют то есть неспроста он пользуется такой популярностью из видео обзоров я видел на а и к пятерку только у канала погребок если кто не видел я ссылочку оставлю под видео посмотрите я полностью разделяю мнение автора этого канала и самое интересное что этот коньяк с 2001 года представлен на российском рынке с 2001 а я узнал о нем только в 2019 сколько времени потеряно да скажу про всю линейку а и к это младший представитель пять лет именно минимальный возраст спиртов указан здесь существует семерка и 11 лет вот и вся линейка из трех коньяков состоит я так понимаю екз запустил эту линейку специально чтобы занять нишу бюджетных коньяков и так как видимо производитель не умеет делать плохо он делает это достойно есть конечно у этого коньяка и минусы минусы это то что он не представлен на сайте арарата то есть у этого коньяка нету сайта хотя его конкуренты в его ценовой категории ну как называть конкуренты наверно мало у него конкурентов его ценовой категории все практически имеют сайты а вот такой достойнейший представитель к сожалению не обзавелся сайтом ай-яй-яй это плохо бутылочка 0 5 крышечка из пробкового дерева без всякого логотипа но заметьте золотого цвета не просто так дизайн простой обыкновенный ничего сверхъестественного нету бюджетная бутылочка я думаю такую даже не сложно найти в каком-нибудь магазине для самогоноварения о первых впечатлениях надо сказать но я не буду вот здесь вот всплывет ссылочка если сильно захотите посмотрите стрим и все сами узнаете хотя в принципе понятно какие были мои первые впечатления вернемся к цене скажем что без всяких скидок и если вы его будете брать по белому ценнику в магните он стоит 500 рублей тоже совсем недорого о дате розлива 18 0 7 19 года ну что наверное хватит болтологии будем переходить уже непосредственно к чему к ножкам нашим самым дорогим ну ножки классные все замечательно я говорил об одном минусе отсутствия сайта да но есть еще один минус у этого коньяка не написан состав почему-ка если вы что-то знаете где можно найти состав может я не доглядел где-то ну я посмотрел всю контр этикетку и там не нашел если вы что-то знаете о нем напишите ну и может кто-то знает секретную ссылочку на сайт может какие-то только очень просвещенные люди имеют такую возможность посещать сайта этого коньяка давайте попробуем наконец-то на вкус а и к пятерочку вернее на аромат сначала что-то я тороплюсь очень приятный аромат сухофруктов вот в этом коньяке курага чернослив изюм дубовые нотки отчетливо слышны чувствуется что они родственники тут не поспоришь какие отличия вот здесь присутствует какие-то такие цветочные ароматы легкие более нежные здесь он более такой мужской если можно выразиться так отчетливее слышно бочка и помимо если здесь вот я не слышал кураги хотя она наверняка здесь ее многие услышат вот здесь я ее более отчетливо слышу вот пожалуй все отличия в аромате да вот здесь более легкие и такое ощущение что вот этот парень арарат пятерка он стремится в сторону к французам а этот товарищ в сторону армении давайте попробуем первый а ик пятерочку он спиртуозный могу сразу сказать забористый такой дерзкий да как вот хитрое такое выражение как риме мартен поступил можно тут также использовать дерзкий но вот это вот спиртуозность она какая-то приятная какой-то шарм не есть но что вы хотели от пятерки да по сути пять лет он и должен быть немножко спиртуозным и вот здесь все классно мне нравится вот что я говорил да курага вот здесь она очень тоже акцентированная ну по крайней мере для меня может для вас это будет по-другому но для меня это именно так давайте к пятерочке перейдем да вот отличие цветочные ароматы вот здесь вот а тут курага пересекающиеся нотки на на слив изюм вот вот эти вот ароматы ну и на вкус пятерочка чуть менее спиртуозная чуть более такая легкая вот реально в сторону франции вот поворот более нежный если бы мне сказали выбрать там какой напиток из продукция рада для женщины для мужчины на рад пятерку и отправил бы в сторону женщин а а и к пятерочку мужичкам отдал каждый должен попробовать такой коньяк тем более что это такие большие деньги надеюсь что этот производитель также будет держать марку и никаких эффектов как было джигитом да что уже многие кто писал комментарий джигит испортился джигит ведь тоже как алмаз найденные в огромной массе этой субстанции да так вот недавно попробовал я джигит повторно и какое-то там произошло изменение какой-то привкус такой неприятный появился я не знаю хотя он у меня плотно закрыт но органолептика просела однозначно поэтому джигит я сейчас рекомендовать уже не буду это как рулетка так давайте что второй глоточек сделаем я уверен вам их чистом видео он понравится и составе коктейлей и как шашлычный коньяк все варианты абсолютно подходят для этого продукта очень удивлен еще какое отличие от арарата пятерки здесь более акцентированная горечь такая вот кавказского до этого же дуба именно как горький шоколад в аеке пятерки он более заметен на послевкусие он может быть немножко бедновато но для пятерки это в принципе норма давайте еще раз арарат пятерочку до более летучий такой аромат у арарата пятерки и знаете что он мне напоминает я вот когда на него обзор записывал я не добавил я сказал бы может меня сейчас конечно закидают камнями до любители виски но в нем есть какой-то какая-то нотка от space это вот такая же вот цветочная нотка давайте ваше здоровье вот действительно этот коньяк более мягкие наверное действительно он более женственный он больше в сторону франции утонченный такой этот больше такой мужской коньяк ну вот лично если вы спросите мое мнение я выберу а и к пятерку и здесь несколько факторов в пользу лайка говорит это во первых цена напомню 750 рублей по акции либо 400 да то есть почти в два раза цена разница а нужна ли это более тонкая натура тут еще большой вопрос я бы даже наверное если праздница в 100 рублей было бы я принял сторону а и к пятерке и если бы только они наверное были бы одной ценовой категории прям вот рубль в рубль да наверное даже и в том случае я пищу очень сильно сомневался поэтому а и к пятерка однозначно фаворит и обязательно будем делать battle пятерок это точно лучших пятерок моей коллекции давайте ваше здоровье однозначно открытие девятнадцатого года это наверное самое большое удивление для меня рекомендованных покупки притом настоятельно рекомендованных бегом магазин покупаете пробуйте и конечно же в комментариях под этим видео пишите ваше мнение о этом коньяки я уверен что вы не будете разочарованы в качестве этого коньяка ну и за супругу я свою не забыл рубрика женский взгляд всем привет ну что изведаем аромат какой приятный слышу ваниль такую нежную ваниль виноград причем виноград вот именно изюм такой приятный вкусный изюм и где-то там яблочко красное зимние и где-то там бочка прям прям слышно бочка хороший аромат мне нравится аромат на вкус попробуем ваше здоровье забористый прям таки пошел так не особо легко но не могу сказать что прям плохо давайте второй глоточек попробуем может быть 2 пойдет полегче 2 2 пошел полегче однозначно послевкусие ну вот не могу сказать что богатая виноград прям отчетливо виноград бочка и орехи какую оценочку бы я поставила данному коньяку но на аромат мне он очень понравился четыре с половиной вот смело могу поставить очень богатый насыщенный на вкус поставлю четверку такую прям натянутую четверочку но потому что вот даже до сих пор мне немножко там горит но я могу сказать что это было прям совсем плохо нет это не было плохо а на послевкусие 4 прямо твердая четверка как бы но больше тоже не поставлю особо не раскрылся если вам понравилось видео подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой инстаграм вступайте группу вконтакте пейте напитки только качественные только в миру на этом я с вами прощаюсь до новых встреч пока